Привет! Мы сегодня в Волмарте, в самом знаменитом продуктовом магазине в Америке. Сейчас все покажем. Мы в отделе овощей и фруктов. Набор для гуакамоли. Да, это вот лайм. А, гуакамоли делать. Лайм, помидоры и авокадо. Авокадо, да. Да, авокадо 92 цента, помидоры 98 центов и лайм 30 центов. Вот это манго 98 центов. Вот отдельная полочка вот с такими красивыми авокадо. Прям красивые, блестящие. Они, конечно же, подороже. Доллар 47. Доллар флорида авокадо. Флорида, да, здесь выращивают очень красивые. Вот такие вот помидоры. Уже другие, уже не сливовидные, уже вот такие вот. Доллар 98. Помидорки 2.98. Вот такую упаковочку можно купить. Такую мы тоже часто берем. Дальше можно взять вот такой вот пакетик. 2.48. 4 помидорки. Вот здесь пакетик. Очень распространены, конечно же, помидорки черри во всей Америке. Они здесь очень вкусные, очень сладкие. Вот такая вот упаковочка стоит 2.98. Всех цветов. Они здесь разные. Можно взять только красненькие. Вот такая вот упаковочка. Так, 2.98. И в пакетиках. Пакетик берем? Такой пакетик 4.98. А почему-то дорож... А, органик, наверное. Очередной органик нам попался. Мы вообще не сильно заморачиваемся органиком. Пакетик берем пакетик. Ананас. 1.83. Красивый такой. Так, мы возьмем виноград. Очень вкусный, очень сладкий. 1.98. Так, есть вот такой вот виноград. Это органик. 5.98. Органик, конечно же, будет дороже. Американцы страшно любят органик. Так, ягодка. Малинка. А цена где у нее? А вот 5.18. Малинка. Неплохая, да? Клубничка. Наша любимая клубничка. Вот такая вот упаковочка. 2.72. 3.98 стоят мандаринки. Очень вкусные. Мы часто покупаем такие. Вкусные, сладкие. Красивые персики. 1.78. Бананы. 33 цента. Это одна полочка с бананами. Мы возьмем вот такую вот связочку. Нам ее на кассе взвесят. А есть вот такая вот полочка с бананами органик. Они немножко дороже. 68 цента. Вот у нас такая сегодня находка. Продается алоэ. Листья алоэ. Большие такие очень. Стоят 1.98. Правда, непонятно для чего. Может быть, сок из них выдавливают. Добавляют в салат. Может быть. Не знаю. Это личи. Вот это тоже какая-то штука. Личи, личи. Зачем взять себе такие специальные карты, которые государство выводит. Оформляет и едет в специальный офис. Да. Ежемесячно можно приходить в магазины и набирать. Достаточно солидную сумму. Но брать именно там, где вот одобренный Виктор. Да, где Виктор написан. Специальный определенный уровень качества продукта. В том числе органик, там и профи для детей. Программа рассчитана на помощь детям и матерям. Детям до 5 лет, беременным женщинам. Очень интересная программа. Это лук. Доллар 98 за паунд. Картошка 3,27. Вот такой вот пакетик. Картошечки. Картофель можно набирать самому. Доллар 28. Вот картошка 4,77. Вот за такой пакетик. А мы часто берем вот такие вот яблочки здесь. У нас пятеро детей. Яблоки расходятся довольно быстро. 2,47. Мы берем обычные два вот таких пакетика. Вот яблоки, к которым мы тоже привыкли. Грэнни Смит 3,27. Тоже вот такой вот хороший большой пакетик. Довольно много там яблочек. Так, а мы у прилавка со всякими, что это? Соусы, да, наверное? С салатом. С салатом. Основной Цезарь. И все возможные салаты. Да, любимый салат американцев Цезарь. Да, шеф салатчик. И к ним уйдут заправки. Нужно купить отдельно. Соответственно, заправки с лопым сыром. Это фон стайл такой, типа домашний соус. Мы берем соус Цезарь. Обычно очень вкусный. Здесь авокадо. Сальса, это свежая сальса. Это так, хреновина, как называется. Да, простите, хреновина. Вот такой вот Цезарь. Очень вкусно, да. Она есть очень мелко перемолотая, да, есть покрупнее. Да, ну вот это вот можно покрупнее взять. Это глукамоли домашняя. Глукамоли продается в огромных количествах везде. Но они добавляют в любом кафе везде глукамоли. Дальше всевозможные идут и кофейные напитки, напитки, соки какие-то. Да, они все помешаны на всевозможных органик, правильное питание. Это вот такие типо смузи. Готовы, кстати, очень вкусные смузи. Морковка, морковочка. Вот такая часто очень продается. Бэйби-кар. Да, маленькая морковочка. Она очень сладкая. Мы просто так ее берем. Здесь нарезанная вот такая очень удобная в суп тоже готовая. Суп, блоф, что угодно, да. Лук, доллар шестнадцать, огурчики. Маленькие и большие. Кукомберс, да. Зелени много. Зелень продается вот в таких вот упаковочках на салате. Морковь обыкновенная, к которой мы все привыкли. 3,44. Вот такой очень большой пакет. Но это прям совсем надолго стоит. Прям очень большой. Есть, конечно же, поменьше пакетики. Баклажанчики. Очень большие в Америке баклажанчики. Доллар сорок и восемь. Вот такой вот перчик продается. Болгарский перчик. Такой же маленький, как морковочка. Очень распространен здесь. Вот такие мелкие. Очень сладкий. Прям очень сладкий перчик. 2,98. Есть обычный, большой. Так же, как в России, продается по три штучки всех цветов. 3,37. Можно отдельно набирать. Киви. Вот такая вот упаковочка. Там много киви. 3,98. Вот какой интересный наборчик. Мы часто что-то жарим на гриле. Курицу, например, или мясо. Вот уже готовый нарезанный наборчик. Да, он мне даже на палочку. Так, кукурузка. Вот кукурузку мы возьмем. Сегодня будем жарить мясо. На гриле 3,97. Берем хлеб. Это хлеб довольно сладкий. Мы берем его для гренок. Жарим греночки. Очень вкусно. 3,62. Печет именно в Walmart. Сам Walmart. Обычный хлеб будет уже на следующих полках. Тут покажем. В хлебном отделе Walmart продается большое количество сладостей. Красивых тортиков. Вот, не знаю, не покупали ни разу, но вот довольно красиво выглядит все это. Вот даже какой тортик интересный. Пироженки разноцветные, красивые. Снова тортики. Вот такие яркие пирожные. Недавно Хэллоуин был. Как раз было под Хэллоуин. Мы пришли в отдел заморозки. Первое, что нам попалось на глаза, это мороженое. Вот такие вот коробочки продаются. И там реально внутри будет именно то, что вы видите на картинке. Вот именно вот так будет выглядеть внутри мороженое. Вот какое-то даже разноцветное мороженое. 6,47. 5,97. Чего-то шоколадное и белое. И внутри еще 6,47. Мороженое Snickers. DAV. Twix. ММД. Очень вкусное мороженое. Мы часто берем мороженое. Мы вообще ни на каких диетах никогда не сидим. Поэтому едим все, что хотим. Даже вот наше, кстати, любимое мороженое. Вот такое вот. И вот это очень удобная упаковка, когда ванильное и шоколадное. Вот такими вот маленькими, маленькими вот такими вот. На одну порцию. У нас дети очень любят. Вот такие вот. Очень вкусное мороженое. Вот это, кстати, оно же. 6,16. Шоколадное и ванильное. Можно купить вот такое вот большое ведро. Вообще, очень часто можно увидеть, когда мороженое продается вот такими вот ведрами. Такими вот очень вкусное. Вот ваниль. Вот это вкусное мы брали мороженое. Вот очень большая упаковка. Вот, например, день рождения, детский. Еще 4,97. Там вот перемешка шоколад, ваниль. Можно отдельно шоколад взять, можно отдельно ваниль. Вот 4,97. Вот дальше отдел заморозки. Очень популярный картофель фри. Вот такой вот картофель. Домбар 68. Просто бросают, видимо, в масло. Не знаю, мы не покупали. Но американцы часто покупают. Вот большой-большой такой вот пакет с картошкой 3,33. Так, отдел с пиццей. Мы любим, мы покупаем периодически. Вот сицилийская пицца 5,98. Так, дальше с беконом пицца. Просто в духовочку ее. Она не готова, ее нужно готовить. Ее нужно положить в духовочку минут на 10, и она будет готова. Вот итальянская пицца 5,97. Ну и наша любимая пеперони 5 долларов. Так, мы в отделе мясном. Вот, например, вот такая вот большая упаковка ребер, что американцы страшно любят. Жарить на гриль 12 долларов стоит. Есть поменьше упаковочки. 8 долларов. Поменьше ребрышка. 8,46. Вот такое вот мясо говядины. Нарезано очень тоненько, тоненько нарезано все. Вот такие вот упаковочки. 10,49, 10,27. Вот так уже тонко-тонко, как колбаска. Отдел с фаршем. Довольно много фарша подается в Америке. Вот такой вот фарш говяжий. 10,74. На гриле бирю жарить, да. Это 2 доллара. Но 17 это стоит... Это весь лоточек, да, стоит? Прайс стоит вот 8,97. Вот такие вот уже тоненько нарезанные. Например, какой-нибудь соплейчик делает. Да, да, и розбив, да. Так, есть? Вот хороший тоже кусочек. Ну, на гриль самый раз. 9,47, да. 25,85 зависит. Это Нью-Йорк, 3 доллара. Ну да, это такое подороже мясо, да. Вот, кстати, продается мясо отдельно на... Котлеты. Котлеты. На бургеры, да. Мы довольно часто берем. Разных они есть размеров. Есть потолще, есть потоньше. Вот их там несколько штук внутри. Очень неудобно. Мы берем булки, вот такие вот котлеты на грим. И очень вкусно. Кладем туда огурчик, листик салата. И получается просто как из какой-то дорогой кафешки. Вот так вот даже продается фарш. Вот в такой вот упаковке, как будто это колбаса. Вот фарш. Мы такой брали, делали котлетки. Очень вкусно тоже. Это говядина. Кусок говядины 11,95. Тут, конечно, я не знаю, что с ним делать. Надо смотреть вот... Наверное, запекать, запекать. Вот такой большой в духовочку, да, и запечь. Да, это свинина. А, свинина. А, мы в отделе свинины, да. Это свинина. Вот, например, вот такой вот кусочек вырезка. Уже готовая, нарезанная 6 долларов. А свинина вот можно взять вот такое. Вот лоточек со свининкой. Какой-нибудь рагу сделать 4,24. Да-да, доллар 30 за фунт. За фунт. Довольно большой отдел с курицей. Наши любимые желудочки. Мы любим 2,94. Большой очень пакет с ножками. Прям вот большой-большой. Вот прям раз так. Гости у вас приехали. Мы на гриль бросили. И готовы. 6,48. Вот такие вот трампстиксы. Как барабанная палочка переводится. Ножки куриные. 4,76. Просто упаковочки. Это вот наши любимые бедрышки без косточки и без кожи. Стоят 8,84. Грудка куриная. 11,52. Ну, здесь довольно много грудки. Прям очень много. Вот 9,75. Бедрышки 5,81. Ножки куриные 7 долларов. Тоже очень большая упаковка. Вот 5,82. Тоже ножки куриные. Это ягненок. Такой вот кусочек. Полом шуру. Че, полопило. Лайк стейк. О, хороший такой кусочек. С кусочкой такой, да? Да, классный такой кусочек. Сколько он стоит? 9,90. 8,90. 8,90. Это за 8 долларов. А, 8 долларов. Да, 8 долларов. Так, а это отдел с рыбкой. Небольшой отдел. Вот, например, вот такая вот рыбеха стоит 17,41. 10 долларов за паунт. Паунт это примерно полкилограмма. Вот такие вот рыбные всякие капельки. И вот есть, можно гребешка, свежую. Гребешок, да. Но особо то, что это не заморозено. Нет, нет, это все свежее, да. Вот такая упаковочка. 14,29. Тоже получается Юнитрайс 17,64 за авт. Вот такой вот отдел с ветчиной. Вот такой вот кусочек ветчины стоит 3,55. Вот такой вот очень большой кусок, какой-то запеченный кусок мяса. 46,52. Вот пицца. 2 за 10 долларов. Убирайте любую пиццу и 2 будет за 10 долларов. Какая, правда, непонятная. Наверное, любая. Мы сегодня решили пепперони взять на обед. Нас детям очень нравится. И нам тоже. Мы любим пиццу, да, папа? Ну и целый отдел всякой вкуснятины, колбосятины. Это бекон. Американцы страшно любят бекон. Покупают его в очень больших количествах. Куда-то добавляют. Мы, честно говоря, вообще его не покупаем. Не очень мы его любим. Много очень сосисок. Вот сосиски мы берем. Мы делаем дома хот-доги. Покупаем сосиски. Вот, например, такая вот упаковочка сосисек. Так, 5. А, нет. Вот, 2,24. Вот такая вот упаковочка 2,24. Здесь довольно много сосисек. Можно взять сразу огромную, допустим, какая-то пати, какая-то вечеринка у гриля. И вот целую упаковку можно взять. И такую же большую упаковку с булками. И надо делать кучу хот-догов. Колбаса. Аналог докторской колбасы. И в России. Это вот примерно так она выглядит. Это вообще все теки. Это индейка. Но мы берем салатик, например, порезать. Мы берем говяжий. Вот она. Вот такая вот. Вот это стоит 5,47. Это такая большая. Там она уже мелко-мелко нарезанная. Тоненько очень нарезана. В принципе, для салатика очень удобно. Вот балония она называется. Вот такая вот колбаска. Для салатика самый раз. Потому что больше здесь докторской колбасы не найти. Это в отделе уже заморозки. Здесь, например, креветки. Очень вкусные. А везде практически написано ВИК. То есть можно, да. Очень удобно. Это получается, что эти продукты можно набрать на карточку совершенно бесплатно. Да, каждый месяц, да. Да, ты каждый месяц на определенную сумму. То есть солидно на каждого ребенка можешь набирать. То есть это за счет государства все эти продукты. Даже креветки можно брать, если ты участник этой продукции. Да, очень удобно. Отдел с чипсами. Вот это вот пати-сайз. Очень большая упаковка. Вот моя рука. Вот такая вот большая упаковка. 3,48. Ну, знаменитый чипс ЛС. Видишь, за унцию сухую. За унцию, да. Можно посмотреть, что вот это вот, допустим, 22, это вот 23,60. Вот они уже. Это уже, видимо, остренькие, да? Да, это остренькие пати-сайз. Да. Так, ну вообще с чипсами очень большие отделы. Вот с этим, конечно, которые... Вот это удобная упаковка, да. Это кукурузные. И они идут, обратите внимание, они идут в виде таких как бы... Тарелочек. Да, тарелочек, которые можно черпать. И для них вот наполнители сырные, кукуруза сыром. То есть, черпаешь вот этой чипсиной, вот какой-нибудь сальсоверде, да. То есть, ну, все равно, это все к ним. Наполнители, и, соответственно, если ты просто берешь вот так вот. Здесь показывают, черпаешь. Это очень вкусно. И на пикнике, молодежь, на мероприятии, там кино вечером посмотреть. Да, тут все шуршат чипсами. Вот соки всем известно, что Флорида родина апельсинов. Соответственно, в огромном зале представлены апельсиновые соки. Тоже также указано, всегда цена за унцию. Опять-таки, и обратите внимание, как залиты они все. Они залиты все под горлышко, так что практически нету пустого пространства. Апельсиновый сок, да? Да, это апельсиновый сок. Ну, так любой сок. Всегда в холодильнике апельсиновые соки у них стоят. Мы вот такой, по-моему, брали, да? Вот 5,18, вот такой кувшин огромный. Ну, надо просто смотреть, сколько объем и сколько за унцию. 5,9 он за унцию стоит. То есть он дороже, чем вот тот, тот, 3,1 за унцию. Поэтому, вот. Помимо соков, тут всевозможные есть готовые коктейли. Вот это вот сливки, кстати, вот я сейчас слонул. Я беру себе, добавляю просто вместо сахара и молока. Это очень, во-первых, вкусно и очень просто. Вот такие вот, как понимаете, оно жидкое. Его просто отдаливаешь себе. Оно как заменители сахара и молока идет. И вкус придает. Это ванильный, да? Сколько он стоит вот такой? Это классический ванильный. Но вот в этом объеме... Вот и цены. Они разные. Они есть сникерс. Я беру очень шоколадный. Очень неплохой. Есть, правда, кофе странный вкус. Это ментол, он с кокосового вкуса. Есть вот этот вот сезонный, да, сезонный, так называемый. Это вот пиперминт и моккор, кстати. Ну, в общем, это все, что добавляется в кофе для какого-то вкуса, да? Я кофе не пью, не могу поделиться, но Лова говорит, что очень вкусно. Он без них вообще кофе не может пить. Да, я уже привык. А это молочный отдел. Вот я вижу уже молочко Несквик. Так, мы просто такое часто довольно в Москве покупали. Вот такая вот баночка. Стоит 2,58. Уже готовое молочко. Так, обычное молоко. Вот это вот молоко 2,39. Тоже везде ВИК, ВИК, ВИК. Так, это 1% молоко. 1%, да, везде ВИК. Так, дальше вот это, видимо, 2% молоко. Где там 3,73. Так, ну а мы берем наше красненькое молоко. Обычное, 3,5%, оно стоит 3,73. Это галлон. Это довольно большая упаковка молока. Да. За лунцу обеду, можно посмотреть, что вот 3, она 3 центра получает. А вот можно купить такой же, только половинка, да, получается, галлона. Полгаллона молока. Вот оно стоит 2,24. Ну, как обычная, наверное, упаковка, да, молочная. Здесь везде представлено, как и всякий органик. Также ореховое молоко. И лактозное, вот лактоз-фри молоко. Вот это огромный выбор. Сместо с возможными добавками. Вот это вот, кстати, рисовое. Вот это и сделается, которое, ну, оно, в принципе, в России, и продается. Отдел с яйцами. Вот мы берем обычно большую упаковку. Вот такую вот. Вот столько там есть. Такая упаковка стоит, ой, стоит, стоит 1,45. Да, 1,45. Есть яйца органик. Вот такая вот упаковочка стоит 3,62. Органик, конечно же, дороже всегда. Но мы берем вот такую вот обычную большую упаковку. Вот такая вот упаковочка. 18 очень больших рис. 3,63. Масло кукурузное мы берем вот такое. Большая упаковочка. Цена у него 3,47. Рис. Вот такая большая упаковка с рисом. 5,48. Рис различный. Вот жасмин, например, 11,44. Тоже большая очень упаковка. Есть, конечно же, поменьше. Вот жасмин. Маленькая упаковочка. 3,48. Есть очень большая упаковка с рисом. 15,92. Очень большая. Прям вот просто огромная какая-то. Даже неподъемная. Есть даже мешки с рисом. Вот мешочек стоит 17-15 долларов. Очень тоже большой мешочек такой прям. Мы вот такой рис берем. Это тоже считается очень большая упаковка. Вот такая вот стоит 3,38. Ну, прям очень она большая. Вот нам прям надолго ее хватает. Есть упаковочки поменьше. 1,98. Тоже Рика. Сахар. Вот такая вот упаковка. 1,98. А рядышком написано ВОЗ-2,24. Это значит была такая цена. А сегодня она 1,98. То есть сниженная цена. Мы всегда вот такой сахар берем. Обычный сахар. Очень большой отдел с печеньем Oreo. Видимо, американцы очень любят Oreo. Но мы сами его очень любим. Вот такая вот упаковочка, например, стоит 3,56. Ну, там довольно их много. Oreo здесь очень распространены еще. Они еще разные. Голубы на Oreo. Есть какое-то вот такое Oreo. Есть Oreo вот где толстая, белая вот эта вот прослойка, да? Есть маленькая. Есть вот такие вот какие-то интересные Oreo. Это маленькие. Это вот малюсенькие, да. Так, есть шоколадная прослойка. Оно залитый белым шоколадом. А, оно в латте. Залитый белым шоколадом. Есть со вкусом и писташки. Писташки. Это минтовая. Вот эта страшная гадость. Она мне понравилась. Мы не смогли это есть. С кокосовая. С кокосом. Это вот другой минт-кремный какой-то. А, вот еще какой-то тортичный. А, тортик Oreo, я не знаю, Red Velvet даже не... Вот с черным шоколадом есть Oreo просто. Есть с молочным шоколадом Oreo. Есть шпинат с ореховым наносом. Это Белдикейк Oreo. Ага. Это с этими... Без транжировка, вообще говоря, Oreo. В общем, Oreo много. Это очень большой отдел с хлопьями. Вот эти хлопья мы не знаем, честно говоря. Мы берем обычные шоколадные хлопья. Аналог Несквика. Мы берем вот такую большую упаковку. Но все-таки пятеро детей. Семья большая, поэтому мы берем вот такую вот упаковочку. Это аналог нашего Несквика получается. А вот так выглядит вот эта вот коробка этих же самых хлопьев. Ну, нам ее хватает обычно ненадолго, поэтому мы решили брать пакет. Вот такая коробка стоит 3,64. Хлопья Oreo. Тоже у нас дети очень любят его. Так, у него цена 3,64. Отдел с конфетами очень большой в Walmart. Вот, например, вот такая упаковка MMDems. Стоит 8,98. Но она очень большая. Там прям очень много конфет. Мы берем обычно вот такие, чисто шоколадные. Она стоит тоже 8,98. Большая упаковочка. Так, вот такая вот упаковочка KitKat. Так, она стоит тоже 9,98. А вот такие вот интересные Несквики продаются. Мы вот такие вот часто берем. У нас это breakfast. Он называется прям breakfast. На завтрак. То есть вот такое вот покупаешь его, выпиваешь его. И он там содержит, в общем, все на свете. И очень удобно. У нас вот старший сын пьет вот такой вот breakfast. Есть вот такой вот хай-протеин, когда высокий протеин, высокая концентрация белка здесь будет. Есть вот такой вот синенький. Здесь обычный, видимо. Да, видимо, обычный. Вот 6,50 стоит. А вот этот с высокей концентрацией белка 7,26. Очень удобно. Вот у нас сын пьет на завтрак. Местная сгущенка, 1,67. На нее сразу рецепт, видишь, Дан? Как она сделана? Как чизкейки сделать? А, что эти, что из нее сделать? Ну да, вот, например, рецепт. Дел с хлебом. Очень большой хлеб здесь в основном продается вот такой вот нарезанный для тостов. Мы берем, сейчас покажу, какой мы берем. Мы берем вот такой. Вот такой вот хлеб для тостов. Так, он стоит 2,48. Остальные примерно столько же стоят. Вот есть темный хлеб, черный, какой-то зерновой. Органик, 4,56. Вот тоже что-то подобное. 4,56. Какая-то, Вова, сказал, модная каша сейчас. Модная каша современности. В России сейчас и салаты, и каши. Киноа. Киноа. Органик. Это ты органик, да, на стол? Органик, да, 8,7 долларов. 7,8,6. Да, достаточно, наверное, такого большого. Киноа – это один из трех самых основных, вообще считается, продуктов питания, наряду с картошкой. Много в ней полезностей, да? Это отдел с салатиками. Говорят, вкусно, не знаю, не пробовали. Разные салатики, вот с макарошками салатики. Такой вот отдел. Видно перекус. Перекусить быстренько. Купить салатик. Вот готовый только размешать, залить соусом. Вот такие вот, не помню, как называется, бутербродики такие. Вот какой-то салатик тоже уже. Соус все внутри, просто размешать. И какие-то лимонадики. Разбери. А лимонад с малиной. Вот можно такой хот-дог себе купить. А там внутри уже ад. Да, он там соусом, он там заряженный. Это, как он называется, сабвей. Сабвей, да. Сумечательно. Разрезаешь на двоих, на троих, да. Или сам съешь. Супер сам, да, такой бутылочек. И вот здесь продается интересно. Как раньше продавалась вот такая вот бутылочка. Кока-полки, фанты, пепси. Точно. Ой, я даже видишь, что не могу. Одна из девнустей, где пепси-по стоят рядом. Олд стайл такой. В Волнарте даже можно перекусить мороженкой. Вот такой вот себе наложить и покушать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.